здравствуйте дорогие друзья вот мы с вами пришли уже к недельной глава вайт ханан шаббат находимся перед шаббатом вообще раздел вайт ханан содержит одну из самых главных частей декларации еврейской веры шма израиль да это именно в нашей недельной главе говорят каббалисты что сущность человека состоит из 248 аспектов и соответственно число органов все творение тоже делится написано в мире 248 частей и они соответствуют 20 48 органам человек и те и другие должны быть исправлены когда мы говорим слова молитвы шма это очень важная серьезная вещь молитва шма намного серьезнее чем многим кажется что говорится там и повторяя их слова этой молитве сынам своим произноси их лежа вставая там и так далее которая будет одна чтобы правильно мы произносили и вовремя дважды в день утром и вечером строго отведенное время иначе говорится два лишь молитва же кроме того что обычно еще мудрецы вели говорит шма постели обратите внимание что в истории с голиафом великанов федестимлянина который терроризировал евреев ходил там три тысячи лет назад и был сражен в единоборстве с маленьким хрупким давидом который стал царем потом впоследствии написано в талмудическом трактате сатаны раби яханан так комментирует стих и голиаф приходил каждое утро и каждый вечер написано никто не обращал внимания федестимлянин специально атаковал евреев часы когда надо что пытаться внушить страх них когда надо читать молитву шта чтобы помешать им сосредоточенно и прочитать голиаф понимал что сила евреев была в их устах более того написано что слабая концентрация внимания при чтении шма ведет к поражению в войнах но наверное не всегда в этот день мы пришли к шаббату уникальному после многих проблем после тяжелых дней которые все начинается шаббат утешение шаббаты которые уже утешаются утешайте народ мой сказал бог говорите к сердцу иерусалима слова такие замечательные возвестите ему что наполнится он воинством своим что прощена вина его ибо вдвойне он был наказан богом за те грехи то есть мы как бы говорит ну хорошо вы уже более чем наказаны давайте перейдем теперь к утешению а это период утешения начинается нам целое надо понять что надо прекратить скорбить надо утешать надо смотреть другой период да а можно ли вообще утешить давайте разберем это вот после разрушения храма одно дело утешить скорбящего потерявшего там кого-то ну и на нем научиться жить уже без ушедшего человека какой смысл говорит слава утешения народу лишившегося своих духовного центра он его мечтает отстроить заново но пока только созерцает развалины каждое утешение и мудрецы говорили толмуда что скорбящий выходит своего состояния траура только в одном случае когда потеря необратима когда действительно ушел человек и что уже сделать если он жив корб не ослабевает с годами ни под каким видом так было с нашим прадцом яковом после загадочного исчезновения для него любимого сына и иосиф он оставался безутешен много-много лет никто не мог его утешить поэтому мы не скорбим точнее не только скорбим о храме и мы еще молимся чтобы он был восстановлен но на самом деле мы продолжаем чувствовать какое-то его присутствие и поэтому люди ходят к стене плача да это не в ореоле славы сегодня но западная стена храма это символ вот этого божественного присутствия так написано написано что оттуда многие века она стоит вообще обратите внимание непоколюбимая она стоит ничего нельзя с ней никто не делал так сказано у пророков тысячи лет назад сказано будет своя стена и не отойдет от нее божественное присутствие что еще более важно но кто мог такое при римляне дали команду перепахивать и руссо-лим могли взорвать 400 раз и орнанзы все нет тысячи лет назад пророки сказали будет стоять западная стена и она стоит она стоит эти утешения которые наговорят на этой недельной главе относится не только к будущему и к настоящему вот почему пророк и шлягу что говорит нам дважды утешайте утешайте на хаму на хаму ами утешайте мой народ для будущего и утешайте для настоящего то есть значит что она перед нами поворотный момент если мы сами его не упустим поворотный момент на на все хорошее да и не случайно мудрецы сформулировали девиз вот в настоящем времени тот кто скомбит об иерусалиме удостаивается в очевидить как его заново отстроят не удостоится а удостаивается тут надо немножечко покумекать шаббат шалом шаббат не шаму ну что еще можно сказать утешаемся брахава